КОЛДУН КОЛДУН Мертвые. Души тех, кто давно покинул мир живых. Но почему они возвращаются? И всегда ли приносят пользу тем, кто к ним обращается? А Удмурт – это колдовской народ. Чтобы во всем разобраться, мы отправляемся на поиски удмуртских ведунов. И все подробности нашего нового расследования вас ждут прямо сейчас. Съемочные группы программы «Таинственная Россия» разрешили присутствовать на сакральном ритуале удмуртского шамана. Впрочем, перед нами не шаман и не колдун. Его нельзя назвать ни целителем, ни магом. Таких, как этот человек, здесь называют Туно. Многие Туно путают с жрецами. Вот есть жрец, есть Туно. Потому что у нас у удмуртовов был такой период, когда жрецы перестали понимать значение Туно, как столб образующего звена, соединяющего звена между небом и землей. Говорят, Туно чувствует связь между мирами, энергии, проходящие сквозь землю, нити, соединяющие живых и мертвых. Я чувствую то, что Туно никогда не должен делать темный дел. Он должен только служить людям, делать только все то, что связано со светлым началом. Нам объяснили, Туно может помочь восстановить здоровье, может помочь найти свою судьбу. И тем не менее, они не лечат и не гадают. Они называют это распутывать узлы. Шаманы распутывают узлы. Эти узлы делают колдуны, или люди сами делают, или это, может быть, узлы кармические. Мы помогаем их распутывать. Настоящие Туно встречаются только в Удмуртии. Но есть здесь и другие люди, обладающие особыми знаниями. Удмуртия просто напичкана шаманами. Знахарями. Они лечат. В основном шаманы в Удмуртии – это лекари. Знахари. В каждой деревне, в каждой деревне, в Удмурской, ну, где-то, в общем, два-три шамана. Местные жители подтвердили слова этого человека. Знахарей вокруг так много, что к обычным врачам давно никто не обращается. Нет, доктора, я не хожу. Почему? У нас тут деревня знахарь есть. Вот они помогают хорошо. А доктора, да, да, хотя шахта бесполезна. У меня свекровка там в соседней деревне, так она говорит, что скажет бабушка, обязательно слушай. Против не говори. Медицина – медицина, а бабушки все равно они все знают. Умирцы они. Я в больнице ни разу не был. Ни разу в Брюзне. Говорят, местные целители настолько сильны и так тесно связаны с потусторонним миром, что могут даже менять свое обличие. Да, жила, знаете, вот тут недалеко, жила знакарка, но она в прошлом году умерла. Очень такая была приветливая старушка. Что не сядет варит, короче. Говорят, что да, умело кого-то превращаться. Ну, а в кого? В какую-то скотину, короче. Домашнее животное. Ну, корова, свиня или овечку. Ну, что-то такое. Нам рассказали о том, как помогают такие бабушки своим пациентам. Я вот в одно время начала гнить. Мне сказали, это дерматик. Меня лечили, лечили и не вылечили. Бабки ходила, в соседней деревне бабушка живет. Два раза к ней я ходила, на третий день она говорит, можешь не приходить. Все, вон, ни одной болячки нет. А было страшно даже, могла на улицу ходить. Такое страшно. По всему телу было все. Мы решили разузнать, можно ли сегодня отыскать эту удивительную целительницу. Но в ответ получили целый список деревень и сел, где живут удмуртские шаманы и знахарь. В ШУЧИ есть, в Успешке С есть, в ЛЮМе есть. В Успешке С женщина, она могла говорить спокойно, она кости вправляет очень хорошо. После перелома быстро заживляет раны. Оказалось, что чаще, чем в других местах, целителей можно отыскать в окрестностях города Глазово. И уже само название этого места очень нас заинтересовало. Не зря же в народе, тем, кто может видеть прошлое и будущее, лечить и читать мысли, всегда приписывали обладание третьим Глазовым. Так может, этот город и назван Глазовым за то, что здесь так много людей с паранормальными способностями? Чтобы разузнать об истории города поподробнее, мы отправились для начала в Краеведческий музей Глазово. Здесь, на городском гербе, мы действительно увидели загадочный глаз. Итак, вверху герб Вятской губернии, куда входил наш уездный город Глазов. Из облака рука Господа Бога, который указывает, что здесь якобы все крещённые, все иноверцы получили христианство, блок и стрела говорит о том, что в наших лесах очень много зелья. И внизу герб нашего города, город Глазов. В чистом синем поле обыкновенный человеческий глаз. Глаз тоже, который символизируется, как око Божие. Оказывается, несколько сотен лет назад местное население никак не хотело принимать христианство. И, вероятно, город получил Божье око на свой герб, чтобы местные жители подчинились и приняли крещение. Может быть, в качестве повиновения, чтобы все приняли христианскую веру, чтобы язычество исчезло и чтобы все именно чтили Господа Бога. Они очень сильно сопротивлялись именно христианской вере, убегали от нее. Даже были такие случаи, что попов, которые приезжали сюда, в эти места крестить людей, просто-напросто изгоняли. Сами вот мурты, а выгоняли из деревень. Но, оказывается, языческие традиции сильны в этих местах по сей день. И многие люди здесь сохранили удивительные тайны предков, благодаря которым открываются знания о том, как исцелить человека от его болезни. Сами колдуны, шаманы, знахари и так называемые Туно говорят, что все свои секреты им на самом деле рассказывают мертвецы. Духи умерших нашептывают им что-то прямо в голову во время работы. Что это? Галлюцинации? Расстройство психики? Но почему тогда людям на самом деле помогают рецепты мертвых? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы отправляемся в экспедицию по республике Удмуртия. Смотрите сразу после рекламы. Здесь часто возводят дома прямо на местах бывших кладбища. Получается так вот. У нас весь город, по-моему, стоит на кладбище. Весь город. У нас дворец порта на кладбище стоит. Вот Пермайская улица, там тоже полностью был древний кладбище. Мертвые просыпаются и иногда являются обычным людям. От таких встреч мурашки бегут по коже. Когда ночью в лесу, они называют тебя по имени и стонут от боли. Стоны, стоны похожи на человеческие. Бегали с фонарями, смотрели. Только приблизимся к тому месту, откуда стон идет, он тут же за спиной возникает. Иногда духи приходят в виде светящихся шаров. Большое, круглое, светящееся над новым стеклом было тыкно. Но главный вопрос – почему умершие выходят на контакт с нашим миром? Все подробности через несколько минут. Съемочная группа программы «Таинственная Россия» в одном из городов Удмуртии. Это Глазов. В местном краеведческом музее нам рассказали. Эти места кишат призраками. В позапрошлом году, это получается 10-й, 9-й год, я не помню, летом, по выходным дням мы дежурим по двое в музее. И мы сидели здесь вот в коридорчике с девушкой, сидели, как беседовали. И вот эта дверь, она была у нас так прикрыта, она так вот и стала хлопать. Не сразу, вот где-то мы с полдня, наверное, посидели. Она так раз хлопнула, и это же, вот видите, даже она не отходит. Раз отошла, опять вот немножечко, главное, чуть-чуть открывается, потом опять раз хлопнула, и так несколько раз. Женщины проверили, сквозняка не было. Ни малейшего. Что же заставляло дверь хлопать с такой силой в абсолютно пустом музее? Не сомневаясь в том, что это проделки духов, Татьяна решила обратиться к ним напрямую. Я подошла к этой двери и говорю, не пугайте нас. Представляете, вот дверь перестала хлопать. Вот как она замерла вот в таком положении, и все. И больше ни разу не хлопнула. Я даже, мы даже вот с этой девушкой с Юлей, мы даже очень удивились. Все дело в том, что в этом здании далеко не всегда был расположен Краеведческий музей. Раньше здесь был госпиталь, здесь умирали люди. И немало. Ну вот у нас вот кто-то оставался вот вечером, те говорят, вот смотри, джиги. Но почему мертвые никак не могут оставить в покое живых? Когда мы задались этим вопросом, нам рассказали. Глазах – это город, который долгое время не хотел принимать крещение. И до сих пор специалисты спорят, что означает крест на его гербе – православную святыню или языческого бога. А здесь непонятно, даже приходят к нам взрослые, говорят, что это у вас масонский крест. То есть совершенно не христианский, а именно масонский крест. А масонский крест – это все равно символ солнца, как говорят, как и в язычестве. Нам рассказали немного о том, в каких богов верили в этих местах. Вообще у мертвых примерно 40 богов. Но самые основные – это три бога. Это Инмар – это самый верхний, главный бог, которому все молились. И причем у мертвых не боялись этого бога. А Калдесин – это бог земли. И Куай – это бог погоды. То есть вот три основных бога, которым они молились и которым они давали жертву. Причем до сих пор у мертвых этим богам приносят жертву, деревня. Жертву? Что подразумевается под этим? Какого рода были жертвы? Вот, например, Инмару, то есть самому главному богу, когда резали скотину, домашних животных, то именно кровь приносили Инмару. То есть в плошку какую-либо отсидели эту кровь и тепленькую уносили именно в лес и зарывали на какой-либо полянке. Но оказывается, специалисты не исключают, что, возможно, раньше здесь совершались и человеческие жертвоприношения. Вот представьте себе две деревни. На пути между этими деревнями на тропинке нашли человека, Удмурта обезглавленного. И стали обвинять Удмурта в том, что они якобы принесли вот этого человека к жертву своим богам. В этих местах до сих пор соблюдается множество ритуалов, уходящих корнями в глубину веков. Бывали такие случаи, что принесли новорожденного в дом, а ведь это новый человек, так? И бывает так, что домовой, то есть корка-кузел по-унмурским, не принимает этого человека к себе в дом. И ребенок начинает капризничать и начинает головой крутить так, как будто бы что-то выискивает, кого-то высматривает. И тогда вызывают вот эту бабулечку Туну. Туну, так называют местных ведунов. Считается, что они могут исцелять и видеть будущее, общаться с духами и душами умерших. Она берет веник, обыкновенный веник-галяк, то есть без листочков. Над этим ребенком держит веник и начинает этот веник рубить или ножом, или топором. А потом, порубив какое-то время и прочитав особую молитву, но на удмуртском языке, идет подполье, открывает дверь в подполье и точно такие же действия делает над подпольем, чтобы каркакузе, то есть дымовой, принял этого ребенка. А удмурты – это колдовской народ, один из двух колдовских народов. Рыжеволосые, да, у нас же вот удмурты и рыжеволосые. И кто еще, ирландцы или шотландцы, да, тоже рыжеволосые. Их тоже там у себя считают колдовским народом. Владислав объяснил нам, удмурты совсем иначе воспринимают уход в иной мир. По-другому относятся к смерти и к тому, что нас ждет после нее. Говоря проще, у них нет ада, такого, каким представляют его христиане. Может быть, потому души умерших так легко выходят на контакт. Для них нет смерти как таковой. У них это продолжение жизни. И у них совершенно другое мировосприятие. И им это разбудить проще. Раз – и все. Но гораздо более удивительно, кажется, что здесь смерть могут воспринимать как праздник. Например, среди удмуртов есть традиция, когда на кладбищах во время похорон можно и сплясать, и спеть, там, танцевать. Они веселятся. Если для русского, там, для православного смерть – это достаточно серьезный рубеж, и к нему особо не стремятся, то для удмуртов это все равно, что, ну, лечь, заснуть и проснуться в другом мире. Да, и все. Для них нет каких-то таких вот серьезных психологических, там, мифологических преград. Поэтому может быть среди удмуртов большое количество суицидов. Удмуртия, по статистике, в 90-х годах была на одном из первых мест по суицидам в России. Владислав объяснил нам, что на самом деле нашей группе нужно быть крайне осторожными. Ведь в Удмуртии существуют целые районы, заселенные людьми, умеющими разговаривать с мертвыми. И хорошего там ждать не стоит. Их много. Есть целые деревни колдовские. Мы, когда в этнографической экспедиции были, нам сказали, вот вы туда зайдете. Если к вам кто-то подходит, бабушка, тетушка, девочка, неважно кто, и когда с вами разговаривает, вас трогает, касайтесь сразу обратно. Неожиданно наш собеседник признался. Лично он не боится колдун. Да и разговоры с умершими ему не кажутся пугающими. Потому что он и сам колдун. Я вот, например, умею снимать порчи, я умею снимать с глаза, я умею. Когда-то я по дурости это все и наводил еще. По молодости, когда все экспериментировал, хотелось чего-то, да, хотелось показать себя сильным. Вот юношеский максимализм, я еще и этим занимался. Это едва укладывается в голове. Перед нами умный, образованный мужчина. Учитель истории, психолог и одновременно колдун. Колдун, который к тому же сразу предупредил, его бояться не стоит. Со всеми черными делами он давно завязал. У нас род селительский. И кастопрасту у нас, вот мое поколение, начали учить с четырех лет. Ну как учить? Сначала мы смотрели, нас сами попадали под руки, на себе чувствовали, ревели. Все вот это же больно бывало. А тетка, которая учила, она еще сейчас жива, она просто всегда, когда делает, правит, она всегда рассказывает, что, для чего, откуда, куда, почему. И все это запоминалось, запоминалось. Но Владислав говорит, что умеет не только лечить. Дар, которым он обладает, позволяет ему воздействовать даже на погоду. Сейчас вот у нас так вот затянуло небо, да, но дождя нет, мы бы и не делали. А вот если бы дождь, за 20-30 минут развести тучи, чтобы дождь прекратился, это была не проблема. Наш собеседник объяснил, в Удмуртии расположено немало так называемых мест силы. Там такие, как он, черпают энергию. И Владислав показал нам одно из таких мест. Мы находимся на горе Солдарь. Это примерно 270 метров, как я помню, над уровнем моря. Да, он возвышается над глазом. Если посмотреть вот туда, над машинами, там, вот видите, уже синяя табличка, да, городище Иднакар. Ему порядка тысячи лет. Древний город, место силы. Но ведь на его раскопках работают и работали археологи. Быть может, они смогут объяснить нам, что это значит на самом деле. И мы отправились на место. Сейчас мы находимся на центральной площадке городища Иднакар. Это археологический памятник 9-13 веков нашей эры. И, можно сказать, центр чепецких земель. Экономические, политические, военные. Рискуя показаться сумасшедшими, мы задали вопрос археологу. Известно ли ему что-либо о месте силы, которое должно быть прямо здесь. И, к нашему удивлению, он подтвердил. Нечто подобное на самом деле существует. И проводил нас к одному весьма загадочному месту. Даже по цвету растительности этот пятачок, он встречается. Вот где-то здесь, говорят, рассказывают, что у нас существовал некогда энергетический столб. Вот и ребята реально во время раскопок, когда они уставали, их покидали силы, они приходили сюда, вставали им босыми ногами и подзаряжались энергией. Археологи никак не могут зафиксировать в своих отчетах то, что рядом с раскопками находится место силы. Ведь официальная наука не признает возможности существования чего-либо подобного. Однако есть ученые, которые пытаются найти объяснение происходящего. С одним из них мы познакомились в Ижевске. На кафедре физики Ижевской государственной медицинской академии. Я закончил Удмуртский государственный университет, физик. Диссертация у меня была по радиофизике, поэтому я паял с детских лет. И в результате, значит, где-то мы в 63-м году с ребятами начали в 63-м интересоваться всякими этими аномальными явлениями, публикациями о аномальных вещах. Ну и дальше, в общем-то, начали проводить типа эзотерических сеансов. Почти за полвека изучения аномальных явлений с точки зрения серьезной науки Геннадий пришел к выводу, что отрицать существование паранормального и потустороннего нельзя. Правда, он, как ученый, называет все это несколько иначе. Он уверен, что большинство аномалий можно объяснить влиянием торсионных полей. Ислучение земли, значит, там, где какая-то геопатогенная зона или зона, наоборот, положительного влияния, ощущение, мы каждый чувствуем. Есть некоторые места, приходишь там, значит, пригорок, лес сосновый, значит, там чувствуешь себя отлично. Или в церкви под куполом стоишь, там мурашки через тебя идут. То есть это воздействие вот этих торсионных, то есть полей вращения, положительно направленных, справосторонних. А если места там, где река делает, допустим, левый поворот, там будет обязательно, если дом построишь, люди в этом доме будут болеть. И если говорить более точно, торсионные поля вылил математик Эли Картан в 1922 году для обозначения гипотетического физического поля, порождаемого кручением пространства. Название происходит от английского торшо – кручение. Приверженцы теории торсионных полей уверены, что от того, в какую сторону все закручено, зависит, будет в этом месте проходить положительная или отрицательная энергия. При этом торсионные поля могут идти даже сквозь человека. Вот вам иногда чувствуете комфорт при общении с различными людьми. Это значит, и у них поле тоже правое. А тогда, когда вы куда-то зашли, и, значит, вы чувствуете, ощущаете дискомфорт, это означает, что, очевидно, те люди, они излучают поле левое. Кроме того, оказывается специалистом, уже удалось приблизиться к разработке приборов, способных фиксировать торсионные поля и, главное, их направленность. Это прибор-измеритель электрической составляющей электромагнитного поля Земли. Поля электромагнитные и торсионные поля вращения, торсионные – это, значит, поля вращения, они связаны между собой. Всегда в результате излучения электромагнитного поля появляется поле торсионное, то есть поле вращения. Мы попросили Геннадия рассказать максимально просто о том, как устроен этот прибор. Ведь нам, специалистам, очень сложно разобраться в специальной терминологии. Если мы в каком-то месте подошли, ага, ну, раз, стрелка прибора зашкаливает, значит, здесь электромагнитное излучение больше нормы. Это значит, что и торсионная составляющая тоже будет больше. В конце концов физик предложил нам самостоятельно увидеть, что происходит с прибором в аномальных местах. Своё устройство он передал исследователю Валерию Котову. Он уже знает, на какие объекты в регионе стоит обратить особое внимание. И именно туда мы сейчас и отправляемся. Таким образом, у нашей съёмочной группы появилась возможность наглядно убедиться в правдивости удмуртских легенд и выявить так называемые аномальные зоны. Как это связано с тем, что местные колдуны могут разговаривать с духами предков? Об этом вы узнаете после рекламы. Мы отправляемся на зуевы ключи. В народе их называют целебной. Она нечемная, она помогает от стресса, от нервов. Нервы, лечи. Многие уверены, через эту воду проходят особые энергии. Большое, круглое, светящееся пятно. И потом оно также тихонько, спокойно удалилось и исчезло. Съёмочная группа таинственной России познакомилась с Зинаидой Белоусовой, местной целительницей. Она утверждает, что тоже чувствует потоки энергии. Туда-сюда двигается. Вверх, вниз. По телу человека. Мы решили провести над целительницей следующий эксперимент. Во время сеанса лечения исследователь со специальным прибором попробует зафиксировать то, чего не может убедить человеческий глаз. Во время сеанса был зарегистрирован скачок уровня тронетного поля. Нам также удалось обнаружить зону смерти недалеко от дома Зинаиды. Так вон деревья даже высохли. Достаточно сильные. Да, смотри, деревья высохли. Так что это за энергии, способные исцелять и убивать? Души умерших? Или малоизученные торсионные поля? Все подробности через несколько минут. Съёмочная группа программы «Таинственная Россия» в Удмуртии. Здесь мы узнали о целителях, что умеют говорить с мёртвыми. И об особых местах силы, где любой человек может зарядиться положительной энергией земли. Нам рассказали, что этот регион пропитан мистикой с давних времён. И несмотря на нательные кресты, многие люди здесь верят совсем в других богов. Ну, вообще, в Удмуртии вот это вот язычество кудмурское, как Кащей Бессмертный, чтобы его разрушить, ну, убить, да, надо было разрушить всё вокруг. Там деревья, животных, птиц, рыб, до яйца добраться, иголку сломать. У удмуртов то же самое. Они очень плотно с землёй сидят. Если вот прислушаться к кудмуртским песням, просто к кудмуртскому языку, то просто вот слышен звук леса. Вот этот вот шелест. Местные знахари и целители говорят, лечат сперва душу. Прежде чем у него сломалась ножка, у него было какое-то нарушение на уровне души, так? Если я ему ножку починил, а на душе не исправил, то помог ли я ему на самом деле, да? Скорее всего, ему теперь что-то другое сломают, если там не исправилось. Но в этом регионе есть не только люди, обладающие тайными знаниями, но и места, несущие особую силу. Мы отправились к одному из них. Это Зуевы ключи. Здесь бьют из-под земли родники, воды которых люди называют целебными. Мы один раз ходили, и с нами ходила вот здесь пожилая татарочка. И мы ходили, и вот у нее, по-моему, у них температура была. И они облились, и температура у них не снижилась. Она вещественно, она помогает от стресса, от этого, от этого. И еще она помогает от нервов. Нервы лечит. Зуева и Зуева ключи называли Мурской Швейцарией. А родник-то да. Родник, да. Вы знаете, у меня вот муж любит называть эту воду колотушкой. Мы сколько раз вот окатывались ею. Это ужасно холодная вода. Она из-под земли. И вот окатишься, ну все, думаешь, завтра заболешь. Ни граммы, ни дети, ни мы. Вот у нее какое-то свойство. Сначала, видимо, сосудоспазм идет, а потом взрыв в организме. Реакция такая. И наоборот, тепло, расслабляешься. И я не слышала ни разу, что кто-то заболел. И пили, и окатывались мы ею. И ни разу не заболели. Многие уверены, вода в Зуевских ключах особая, потому что и место здесь необычное. Через него проходят особые энергии. И время от времени люди наблюдают выходы этих энергий своими глазами. Это место такое своеобразное, что здесь бывают иногда такие вещи, большое, круглое, светящееся. Над лобовым стеклом было пятно, и потом оно также тихонько, спокойно удалилось и исчезло. Однажды к этой женщине приходил дух умершей. Когда мы купили с тобой, помнишь домик-то, тот вот старенький, я так ругалась, все это чистила, убирала, эту бабушку, которая жила, всяко ругала. Эта бабушка ко мне ночью пришла. Да. Я, Николай Иванович, уехал в Ижевск, я осталась первую ночь одна ночевать. Было еще часов 9-10 вечера, еще было не темно, я лежала у окна на кровати и вдруг слышу, что хлопнули ворота. Думаю, ну как так? Я же закрылась. Я села, еще не уснула, села, посидела, слышу по траве шелест шагов. Я соскочила, подбежала к двери, смотрю, дверь на крючке, и сзади кто-то с той стороны дергает дверь. Я перекрестилась, сказала, бабушка, прости меня, пожалуйста, я больше не буду тебя так обругивать. И все исчезло. Говорят, бабушка, что с того света приходила к Людмиле, так же была из тех, кто и лечить умеет, и порчу наслать может. Сегодня в окрестностях тоже живет такая знахарка. Ее зовут Зинаида Белоусова. И впервые мы услышали о ней от тех, кого она исцелила. В поле, я и сейчас, у меня болезнь присутствует. Это головокома, болезнь глаз. Уже, находясь в скотическом положении, я искал выход, как говорится, более двух недель. И по сравнению с тем, как я приехал, у меня уже значительные изменения в зрении. Судя по рассказам, одним пациентом целительница возвращает зрение, других ставит на ноги. Приехала я по великой беде, обезножила совсем. Врачи отказались от меня. Ну, остеохондроз, говорят, но очень такой нехороший, что совсем без ног осталась. После приемов у целительницы женщина начала забывать про свою болезнь. Месяц я прожила, стала с палочкой ходить. Через месяц еще приехала раз, уже встала на ноги. А после третьего месяца Зинаида Ивановна сказала, а теперь ты будешь ко мне ездить только в гости. А этот человек рассказал нам, что та же знахарка помогла ему при межпозвоночной грыжи. Болезнь межпозвоночная грыжа в поясничной области. 12 миллиметров в час вот уже хотя бы ходить могу. Тогда даже двигаться было уже трудно. Мы решили сами познакомиться с Зинаидой Белоусом, той самой целительницей, о которой так много слышали. Женщина нам рассказала, на самом деле это не она помогает людям. Через нее словно проходит огромный поток энергии. Когда идет лечение, я подключаюсь к их энергетике, к божественной энергии. Их подключаю, просто смотрю, как это идет. Как энергия туда-сюда двигается, вверх, вниз, по телу человека. Смотрю, какие там причины, чего этот человек в эту сторону откланиваюсь. Зинаида говорит, как работать с людьми, ей также подсказывают голоса духов. Я делаю то, что мне подсказывает, то есть капает голову. Для каждого человека это одно, другое, разное. И для каждого человека запрашиваешь методику лечения. Мы попросили разрешения поприсутствовать на каком-либо из сеансов лечения. И нам была дана такая возможность. Более того, вместе с нами, за всем происходящим, наблюдал и исследователь Валерий Котов. Все время, пока Зинаида работала, Валерий проводил замеры с помощью специального прибора, способного фиксировать активность электромагнитных полей. И вот, что он рассказал нам, когда все закончилось. Во время сеанса был зарегистрирован скачок уровня электромагнитного поля. Это было не у пациентов, не у целительниц, а где-то в середине комнаты. Это говорит о том, что воздействие какое-то действительно существует, оно есть. Воздействие достаточно серьезное, сильное. Невероятно. Но похоже, только что мы получили подтверждение тому, что некие паранормальные силы помогают целительнице работать с людьми. Возможно, все происходящее и есть следствие воздействия положительно закрученных торсионных полей. Сама же Зинаида говорит, тому, кто начинает интересоваться потусторонним, нужно быть крайне осторожным. Ведь не всегда к человеку снисходят положительные потоки. Не всегда являются духи помощники. Иногда приходит нечто страшное и темное. Ну вот я припозднялась, шла с Дубровки, спустилась с горы. Такое ощущение, что на меня кто-то смотрит с разных сторон. Оглянулось, никого нет. И потом сразу появился такой какой-то ужас, прямо не то, что страх, ужас. И я быстрее, быстрее пролетела, где-то метр пятьдесят отошла. и такое ощущение, что тот вот такими большими шагами за тобой идет. Такой так спокойно идет, даже и не бежит, а просто идет. Целительница уверена, где-то здесь, недалеко от ее дома, лежат кости убитых людей. И духи мертвых обижены на живущих. Поэтому это место переполняет негативная энергетика. Они вот на этой стороне лога вот за этим лесочком. Вот тут лог идет за этим логом. Вот пасека против пасеки где-то. Там захоронение, но ахелам оно не дается. Не могут найти, сколько искали, не могут найти. Почему? Ну, невремя, наверное. Невремя пришло. Там вот нашли в одном месте сторожевые захоронения. Ну, сторожевая вышка, видимо, у древних стояла. Ну, вот, штирили, трили скелета, нашли и все. Мы решили снова использовать специальное оборудование. И вместе со следователем Валерием Котовым отправились в указанном направлении, чтобы узнать, что покажут приборы в том месте, на которое указала целительница. Тут это и зоной начинается с этого места. Не знаю, что. Чувствую некомфортность какая-то и такое ощущение холода. несвойственное мне. Да, вот прибор регистрирует повышенный уровень поля. Вот, какая-то аномалия все-таки здесь существует. С помощью специального прибора исследователя Валерия Котова съемочная группа программы «Таинственная Россия» обнаружила зону негативной энергии недалеко от дома целительницы Зинаиды. Здесь какое-то негативное воздействие идет. Насколько сильное можно подключить? Так вон деревья даже высохли. Достаточно сильное. Да, смотрите, деревья высохли. Именно здесь Зинаида своими глазами видела воплощение темного призрака. А теперь мы сами увидели погибшие без видимых причин деревья. Вот здесь очень сильное воздействие идет на дерево конкретное и на окружающую местность. Зашкаливание прибора. Такое ощущение, что здесь что-то под землей излучает. Зинаида говорит, что губительное воздействие регулярно ощущает здесь не только она и безмолвное растение. Множество людей страшным образом уже пострадало на этом месте. Пилой пилят взрослые, нормальные, трезвые люди пилят ногу свою. В первый момент мы не поняли. Неужели люди сами наносят себе жуткие увечья? Я не знаю почему это так. Наверное, действие какое-то есть, потому что взрослый, нормальный мужчина подпиливает, но у нескольких человек так было. И сучок падает на голову, человеку увозят реанимацию. Тоже несколько случаев было. Все это Зинаида называет влиянием черных духов, а исследователи негативным воздействием торсионных помехов. Но по сути получается, что правыми оказываются и те, и другие. Итак, что же удалось выяснить нашей съемочной группе во время экспедиции по республике Удмуртия? В этом крае народ много веков сохранял веру в древних богов. Многие жители этих мест до сих пор по сути своей являются носителями языческой культуры. Это так называемая туна, костоправы, целители и шаманы. Они уверены, что знания приходят к ним от духов. Но откуда приходят духи? Мы узнали, что в местных традициях осталось от язычества и своеобразное отношение к смерти и к тому, что ждет человека за гранью. Кончина близкого не трагеда, а всего лишь переход человека в другой параллельный мир, где нет ада. Но экспериментальным путем нам удалось выяснить. Там, где речь заходит о духах, приборы ученых фиксируют особую активность торсионных полей. И это дает нам основание полагать. На самом деле воздействие на людей оказывают именно торсионные поля. Положительные потоки помогают ведунам и шаманам. Но есть выходы и негативные меры. И тогда все живое в округе начинает гибнуть. На протяжении столетий люди чувствовали эту энергию, как чувствуют ее и сейчас. Она помогала им и пугала. И они считали, что это умершее приходит к ним с того света. Мы нашли и еще одно подтверждение этой теории. в музее Иднакар древнего города, на раскопках которого мы уже побывали. Однажды археологи нашли здесь вот это подвески в виде птиц. Единственные находки были сделаны на Кузьминском могильнике, это в Ярском районе, примерно километров 50 от городища Иднакар. По датировкам это то же самое время, это две подвески птиц. И что самое интересное, это изображение человеческой фигуры на груди этой птицы. Ученые уверены, этот древний символ носил местный шаман и летун. И подвеска эта несет в себе сакральный смысл. Можно рассматривать такую версию, что это изображение некой души человеческой. Подобный амулет, подобная подвеска, она явно являлась знаком связи с миром мертвым. Все это говорит о том, что люди ощущали на себе воздействие положительных и отрицательных энергий во все времена. Но лишь сейчас нам, кажется, удается наконец приблизиться к разгадке сути этих явлений. И то, что раньше называлось магией, с помощью новейших изобретений ученых скоро можно будет поставить себе на землю. Вспомните, где бы вы ни жили на просторах нашей таинственной России, вы ведь тоже наверняка попадали в места, где чувствуется прилив сил или наоборот охватывает жуткий страх. Будьте внимательны ко всему, что вы ощущаете. И помните, истина часто ближе, чем вам кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА